Всем салам из солнечного весеннего Ташкента. Правда, погода немного облачная. Вот мы сейчас по локации справа. Торговый центр Парк Анхор, слева Ц-13. Улица Лабзак. В общем, с погодой, наверное, вот такие качели будут пару недель. Так облачно временами. Осадки. Зато более 20 градусов тепла. Поэтому иногда солнце светит, иногда облачно. Но потерпим. Мы сейчас едем по улице Зульфия-Ханум. Здесь вот очень красивый посольство Казахстана сейчас будет. Вот здесь тоже вот все. Красиво. Все ухожено. Так, вот. Дальше будет сейчас перекресток. Там тоже очень много. Вот справа посольство Казахстана. Вот здесь вот такой вот круг. Ну и вот, посмотрите, здесь такие вот тоже красивые строения есть, новостройки. Ну, это, по-моему, уже старого фонда дома. И мы сейчас выйдем на улицу Себзар. Вот здесь тоже справа стройки ведутся. Ну, там вообще большая площадь такая. И все это застраивается. Ну, наверное, будут опять какие-нибудь жилые комплексы. Может, развлекательные какие. Законопослушные пешеходы. Все у нас сейчас приходит в норму. И вот нам надо здесь сейчас выехать на эту улицу, развернуться и поедем в сторону метро Улух-Бек. Нам там надо заехать на квартал С, по-моему. Да, квартал С. И оттуда мы поедем в 19-й квартал. И уже дали алгоритм. Через завод алгоритм проедемся. В общем, интересно поездка тоже будет. По-моему, некоторые места не были на моем канале. Вот мы сейчас приезжаем по мосту, где раньше был магазин Ганга. Вот он слева. Это тоже очень хорошую развязку сделали. А то там был такой большой перекресток. Постоянно пробки раньше тоже были. Ну вот сейчас мы заедем в туннель под площадь Хадра. Справа виднеется купол Ташкентского цирка. Вот так вот. Видите, все аккуратно, красиво. Везде стоят радары. Сейчас вот везде 60 км в час. Много радаров. Надо соблюдать скоростной режим. А также и полосы. Вот. По полосам тоже фиксируют. Слева Ташкент-Сити. Посмотрите, как стало зеленью. Это еще, наверное, наполовину распустили зелень. Через пару дней он полностью распустится. Вообще будет густо зеленый город. Ну и цвет, смотрите. Светло-зеленый. Очень красиво. Ну а у нас вот прямо по курсу виден киноконцертный зал бывшей дружбы народов. Сейчас, наверное, Буньоткор называется. Площадь Буньоткор. Ну и мы сейчас выедем на дружбу народов проспект и поедем до метро Улл-Бекар. И там тоже очень интересно сделано вот это вот как попасть на квартал С. Сейчас вы все это увидите. Я тоже впервые по этому пути проехался. Был удивлен, что можно вот так вот попасть квартал С. Вот такой вот сейчас город, смотрите, зеленый. Неделю назад, две недели назад вообще деревья были высые. Ну а сейчас вот много зелени. Вот здесь тоже вот справа такие вот новостройки высотные. вот слева вот на этом столбе вот они, радары. И по ту сторону, и по эту сторону. По этой улице много радаров. Поэтому желательно соблюдать скоростной режим. И можно жить без страха штрафов. Вот это вот здание Оз. Телекома, офис, наверное. Раньше он назывался, когда я впервые там мобильная связь в Ташкенте появился, это называлось Узмаком. Вот он, наверное, по-моему, переименовался Устелеком. Сейчас я пользуюсь Усел, но он, по-моему, раньше был Кваском. Вот так вот. Ну, тоже узнал это. проживая здесь. Ну, вот мы сейчас подъезжаем к метро бывшей Хамза, Новза. Ну, мы ее по виадукту проедем, по мосту. Вот какое голубое небо. Вот с прояснениями. Погода. Вот здесь вот тоже надо быть очень осторожен, плотный такой поток. И очень часто бывают здесь такие аварии, как колбаса называется. Поэтому надо здесь быть очень осторожен, держать дистанцию. ну, вот видите, какие уже тени от деревьев. город просто становится красивым, зеленым, чистым, приятным. слева, смотрите, какие новостройки. Тут уже построен, сзади там еще строится, вот справа тоже. В общем, много-много строек. Ну, это, наверное, уже не закончится. Вот справа тоже. Слева парк Гафура Гуляма. Хотели назвать ее Dream Park, но народ был против. Хотя везде остались, конечно, все эти названия Dream Park, Dreams Park, но не стали переименовывать английский манер. Все-таки оставили парк имени Гафура Гуляма. И вот здесь мы сейчас развернемся под этим мостом, проедем немножко и опять развернемся. Оказалось, так тоже можно. Ну, и только здесь, по-моему. На Ханзе я этого не замечал, хотя я с этой стороны не ездил, а с той стороны нету такого. Ну, вот здесь вот очень интересное решение. можно вот здесь вот опять развернуться. И если надо в квартал С попасть, тоже очень удобно вот таким способом, нежели съехав с той стороны, потом разворачиваться. так более удобно и быстро. И сейчас мы заедем вглубь квартала С. Посмотрим как выглядит квартал С. Я никогда не был тоже впервые. Ну, видать, тоже здесь проблемы с парковками. Рубы ставят, ремонтные какие-то работы ведутся. видите, везде парковок не хватает. Вот есть жилые дома здесь. Ну, да, и классика жанра новостройки. И вот очень плотно эти новостройки строятся здесь. Если они не предусмотрены парковка, видать, во дворе, то потом все вот паркуются вот в таких местах. Все полезно, площадь будет забита наверное вечером. автомобилями. Вот здесь опять новостройки оказывается. Да, очень плотно застроены. Все-таки все, что ближе к метро, лакомый кусочек. Потому что такие квартиры очень востребованы. все все хотят ближе к метро. Вот, видите, азароды есть. Ну, здесь вообще дороги даже не ремонтировались. Ну, не облагорожено, в общем, я так посмотрел. этот квартал не очень облагорожен. Ну, кто жил здесь, увидит свои родные места, поделится мнением, как все здесь изменилось. ну, мы сейчас поедем направо на улицу Катартал и поедем в сторону Аль-Харазми, Шухрат, Аль-Харазми и 19-й квартал. Ну, здесь вот слева тоже много торговых центров, там есть Атлас и Карифур. Ну, и вот мы сейчас где-то здесь была школа бокса. Вот так вот все здесь изменилось, смотрите. слева я помню здесь какие-то ярмарки делали в 90-х годах. Здесь было и справа тоже вот ларьки такие делали коммерческие. Ну, сейчас вот уже все поменялось. Вот мы сейчас на перекрестке шухрата. Мы чаще приезжаем с той стороны, вот мы сейчас поедем в эту сторону. Тоже можно посмотреть, посмотреть вон справа магазин шухрат бывший, там сейчас много разных магазинов. и слева тоже. Справа 11-й квартал, слева 16-й квартал. и мы полежаем к кругу Аль-Харазми. Справа тоже популярные такие кафешки. Вот она площадь Аль-Харазми. Вот тоже были в прошлом году ремонтные работы велись. Сейчас вот более-менее эту площадь сделали презентабельной. Справа 18-й квартал, слева 17-й квартал. И тоже очень-очень много магазинов. Тут питание и слева, и справа. в общем, здесь не скучно. слева слева раньше, ну вот недавно в прошлом году, после того, как будто империал что-ли или что-то было. Сейчас его, по-моему, сломали. его нету уже по-моему. Ну, а мы сейчас подъезжаем к перекрестку с 19-м, 20-м кварталом. И мы сейчас заедем направо. Немножко вглубь, ну, не очень далеко. Так, эти, по-моему, старые дома. А вот слева это точно не могу сказать новостройки это или нет. Ну, вот видите, здесь детская площадка огорожена и также проблемы с парковкой. Или тоже это, по-моему, старого фонда дома. Точно не могу сказать, были эти дома раньше или нет. Ну, дальше там идут, конечно, новостройки. Ну, это тоже вроде похоже на новостройки. Я точно не знаю. Ну, эти нет, наверное, не новостройки. домами. мы сейчас поедем направо. А вот эти уже дома точно надо строить справа. домом. вот они очень плотно там застроено все. в общем, 19 квартал немножко там внутри очень-очень дороги требуют ремонта. Вот еще строится. Недавно тоже жители жаловались на эти новостройки. все-все деревья вырубали. Вот смотрите, сколько новостроек там. Ну, а мы сейчас здесь вот это вот, видите, столбы с камерами. На этом перекрестке мы повернем направо, доедем до ювелирки. и поедем в сторону завод алгоритма. Вот все хотел вам показать. Сам завод алгоритма. Не знаю, он сейчас работает, нет, но там написано алгоритм. Сейчас мы это все во очи увидим. Ну, а здесь тоже вот арык большой и мойка машин, как раньше. Люди стоят, моют. Такой мелкий бизнес. Это еще и работает. Вот они вот. Камеры. Очень много камер. Везде ставят их. Вот видите, опять справа. Камеры со столом, столб с камерами. Так что соблюдать правила дорожной жжени и можно без страха быть оштрафованным, ездить. иначе иначе за нами везде наблюдают. Ну, а мы сейчас подъезжаем к перекрестку и иначе 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 тоже глобус называется мы были внутри очень красивый но не многолюдно в магазине пару магазинов есть как бы это люди не жалуют эти торговые центры депо тоже не многолюдно в общем все я ривьеры тоже бывал не очень и анхор тоже парк анхор я тоже внутри его не знаю может когда дождь холодно может народ и есть на так нас выручает ипподром ну а вот здесь вот видите дороге готовится к заплаткам по новой технологии все вот эти соскобилили верхнюю часть и будут делать заплатки вот эти заплат конечно качественные чем просто насыпать асфальта как раньше они долго не держатся но мы сейчас повернем направо и поедем заводу алгоритм все хотел показать здесь вот живой массив шелоси вот они сам этот грейдер стоит здесь в конце сейчас вы увидите его наверно все подготовили чтобы сделать заплатки вот видите тоже вот в глуби где-то все я молот латают ну за лето наверно везде золотают еще очень много работы видите здесь тоже подготовительная работа сделаны ну и вот он сам виновник торжества этот аппарат наверно он да это он по моему который вот эти вот подготавливают ну вот он алгоритм пожалуйста мне тоже просили вот алгоритм вот он во всей красе ну а дальше мы сейчас заедем прямо к жив шарка назывался ну а сейчас он называется зархал тоже такое популярное место очень красиво там вот ведь столб есть видео еще нет значит поставит вот с той стороны тоже столб стоит уже ведь везде этим инсталирует эти видеофиксации вот столб тоже готов очень много сейчас и везде во всех перекрестках наверно будет и вот мы подъезжаем к зархалу здесь тоже очень так красиво много магазина вот справа зал торжеств много пунктов питания милика унгар гамбургеры бургеры вот здесь тоже поставили и мы повернем налево 31 квартал справа 30 после я даже не знаю какую-то квартал ну и тут сейчас подъезжаем к перекрестку которая называется ахмад джудя ну это вообще заведение зимой и летом днем и ночью полный народ очень популярный очень вкусно готовит вот он 31 квартал здесь летят перекрыт пешеходную красивую сделали корзинка андаус вот эти вот все новые вот этот медицинские слива вот эта школа детская детский садик ну без кафе миллион там не знаю не очень народу ахмад джудя очень очень популярны вот здесь вот остановка говорят базарчик называется 31 квартал ну и мы заедем немножко вглубь квартала там халас здесь вот справа шашлыки делают самцы у нас здесь вот дома 7 7 серии и 9-этажки французской клонировки как раньше говорили здесь вот все более-менее так ухожено и на этом наша поездка заканчивается спасибо вам друзья спасибо до свидания и до новых встреч пока у нас здесь вот у нас тут еще Дмитрий родинский зимой и